Такого масштаба реализации проектов по благоустройству в Ульяновской области еще не было. За два года проект существенно вырос и в финансовом плане, и по количеству участников. Очевидны и качественные изменения. Все началось с реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и теперь в его состав включены региональная программа поддержки ТОС и переформатированная программа «Пятилетка благоустройства», которая объединила несколько межведомственных проектов, таких как развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия, управление региональными финансами, Народный парк и наш уютный подъезд. Проведена синхронизация программ формирования комфортной городской среды и развития транспортной системы области до 2020 года. Если в прошлом году бюджет проекта составил 319 миллионов рублей, из которых треть суммы выделена областной казной, то в 2018-м уже 431 миллион рублей, из которых федеральных 233, областных – 198 миллионов. Проект с каждым годом вовлекает в свою орбиту новых участников. Если год назад в него входили 7 муниципалитетов, то сейчас все районные центры, а также некоторые поселки и села. Ведется благоустройство не только дворов и общественных пространств, но и придомовых территорий, родников, спортивных и детских площадок, велодорожек. И благодаря этому получен хороший эффект, мощный толчок к дальнейшему развитию. Только в 2018 году обновлено 34 общественных пространства, некоторые завершены полностью, в остальных выполнен первый этап работ. Если брать итоги двух лет, то это уже более 50 благоустроенных территорий – скверы, парки, центральные улицы и площади. Приведено в порядок более 250 дворов, в которых отремонтирована и расширена проезжая часть, оформлены автопарковки, установлены скамейки и урны, сделаны детские игровые и спортивные комплексы, восстановлены ограждения для клумб. Все, что нужно для уютного двора. Какие территории должны быть благоустроены в первую очередь, и что там должно быть сделано, определяли сами жители. В марте 2018 года прошло рейтинговое голосование, впервые в регионе, по итогам которого был составлен перечень приоритетных территорий или выбран проект «Вариант их благоустройства». Люди, когда увидели результаты проекта, активно начали верить в том, что их решения, ну, то есть, собственно, могут реализовываться, и что власть их слышит, и мы можем совместно какие-то принимать решения, советоваться, и, собственно, сам город или поселок, неважно, это то пространство, та территория, за которую ответственен каждый человек. Но важно не только привести территорию в порядок. Необходимо создать завершенное общественное пространство и провести комплексное благоустройство. Ярким примером такой работы является проект «Аллеи учителей» в Димитровграде. Там получилось комфортное тематическое пространство с оригинальными арт-объектами – книжным деревом, глобусом и мудрой совой. На аллее теперь проводят экскурсии для дошкольников и учеников младших классов. Интересно подошли к благоустройству центральной площади в Старой Майне. Там создали зону для роллеров и велосипедистов с помощью цветной разметки на асфальте. В Ульяновске, на улице Камышинской, на местной аллее, брусчаткой разных оттенков выложены жизнеутверждающие цитаты известных симбирян азбукой Морзе. Есть и пространства, созданные с нуля, как, например, в Барыше – сквер в Любленных. Там же выполнен первый этап строительства сквера энтузиастов с оригинальным дизайном. Совершенно новый объект, то есть это парка, которого не было. Там действительно был овраг. И сейчас первый этап территории. Действительно, очень сложные были планировочные решения. И когда мы приезжали, мы видели, как было тяжело подрядчикам вот эти все линии, выложить там плиткой, частично асфальтом. Ну, в общем, это территория, которая, я думаю, получит действительно… Ну, во-первых, сейчас уже получила положительный отклик от населения. Но и думаю, что в следующем году, когда будет уже второй этап, и она будет в более завершенном виде, она действительно станет украшением города Барыша и одним из лучших проектов у нас. А в Силикатном появился сквер молодежный, на месте которого раньше был пустырь с кучей строительного мусора. Теперь это уютное место с интересным ландшафтным дизайном и фотозоной под царь-аркой. Завершат работы в следующем году, и уже летом местные жители в полной мере оценят задумку авторов. Еще один интересный проект начали реализовывать в Майне. В этом году выполнен первый этап работ. Парк при районном Доме культуры станет исторической инсталляцией, посвященной первой симбирской железнодорожной станции. Пешеходная зона намечена в форме реки Времени, где на специальных постаментах разместятся экспонаты, связанные с интересными историческими фактами из жизни поселка. В 2018 году уже залиты основания под постаменты и пешеходные дорожки, а также сделано освещение. Проект реализуется в партнерстве с местным краеведческим музеем. Внимание заслуживает и Сингеле с его подходом по квартальному благоустройству. В течение двух лет там приводятся в порядок дворы. В этом году даже создали на месте старой разрушенной котельной замечательное пространство со скамейками и удобными пешеходными дорожками. А на следующий год жители пожелали там цветы и детскую площадку. Вообще на Сингелею специалистов по созданию городской среды большие планы. Город может стать туристической жемчужиной благодаря уникальному географическому расположению. В следующем году здесь будет реализован особый проект, который называется «Тишь да гладь», способный сделать районный центр очень красивым и привлекательным. Другой проект направленного создания парка в Инзе, который был раньше популярен среди местных жителей, но утрачен два десятилетия назад. Ульяновская область победила с этим проектом во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получит 55 миллионов рублей из федеральной казны, чтобы полностью реконструировать территорию. А называться парк будет, как и раньше, имени Горького. Чтобы проекты по благоустройству воплощались с максимальной отдачей и качеством, нужен жесткий контроль и понимание процесса. Для этого в Ульяновской области создан Центр компетенции по городской среде, который служит мозговым центром и оказывает методическую помощь муниципалитетам. В следующем году важным показателем станет индекс качества городской среды. В настоящее время он основывается не на количестве проделанной работы в сфере благоустройства, а на качестве. В зависимости от показателя региона будет выделяться сумма из федерального бюджета. Это же оценивают не только общественные территории. Это жилье, прилегающие территории, это озеленение, это водное пространство, состояние, это инфраструктура спортивная, социальный досуг, как организован в городе. Это очень много показателей, это безопасность, это 41 индикатор. И поэтому сейчас для нас проект ставит такой вызов, как более системный подход к городу. То есть это и транспорт, это, собственно, и содержание территории, потому что сейчас муниципалитеты не справляются. И те парки, которые мы строим, нам нужно их достойно содержать. Ведь эти вложенные деньги должны работать для людей. И, конечно, вот эти все задачи нам предстоит решать и более масштабно подходить к развитию этого проекта. Благоустройство всех населенных пунктов региона, независимо от количества проживающих, одна из приоритетных задач Ульяновского областного правительства. Для достижения этой цели нужно поступательно двигаться в сторону лучшего качества жизни населения, набирая обороты и вовлекая в этот процесс самих жителей. Редактор субтитров А.Семкин